Законопроект о манипулировании информации сейчас только на стадии рассмотрения. Как объяснила инициатор Гульшата Солбаева, согласно документу, администраторы сайтов должны ограничить контент для предотвращения нарушений, которые противоречат законодательству страны. Помимо этого, им нужно обязательно указать фамилию и электронный адрес, для того, чтобы можно было получать юридические или иные важные сведения. Обилие же фейковой информации в интернете создаёт впечатление ложной действительности, жертвами которой становятся гражданами, вносит дестабилизацию в обществе, вызывает панику и массовое волнение, с чем мы и столкнулись в период коронавируса. Сегодня ложная фейковая информация наносит вред не только репутации людей, наносит вред компаниям путём манипулирования общественным мнением и может быть по-настоящему опасной, скомпрометировав их в соцсетях. Также ложные сведения особенно разрушительно влияют на граждан, когда люди находятся на нервах, переживают за своих близких. В последнее время проблема очень актуальна, поскольку основным каналом доставки новостей для людей стали соцсети. Во-первых, закон нужен, на самом деле пускать этот процесс нельзя. Во-вторых, если мы заходим в интернет, мы должны знать, что заходит человек, если это не бот. В-третьих, закон, он призван регулировать взаимоотношения субъектов. С разработчиком законопроекта «Солидарны» и другие депутаты. По мнению парламентария Айнуры Осмоновой, инициатива защитит национальную безопасность и повысит качество жизни населения. И в самом деле в Кыргызстане число интернет-пользователей только увеличивается. Примерно по 500 тысяч человек ежегодно. Сейчас больше двух миллионов зарегистрировано в социальных сетях. Нужно навести порядок в интернет-пространстве, запретить распространение фейковых новостей. Некоторые понимают этот закон как ограничение свободы словом, но это не так. Конечно, разрешается публиковать видения пользователя относительно какой-либо темы. Однако стоит помнить и про ответственность за клевету. Сейчас из-за активного распространения фейков под угрозой стоит и национальная безопасность государств. К примеру, в Америке много раз проводились расследования появления крупного наркобизнеса и активизировались эти преступники посредством современных технологий. А сколько наших граждан подвергаются вербовке и становятся жертвами запрещенных религиозно-экстремистских организаций? Реализацией проекта закона займется Министерство культуры в лице Департамента информации и массовых коммуникаций. Однако, как отмечают в ведомстве, необходимо сначала решить вопросы отсутствия технических и человеческих ресурсов. Сейчас в департаменте работают всего 11 сотрудников. Разумеется, этого недостаточно, говорит директор. Ведь именно департамент будет принимать жалобы от граждан и принимать досудебное решение. Это намного сократит время. Займет всего два дня, поясняет она. Мы сейчас вынуждены принять закон о манипулировании информации. Если бы у нас уже законодательство предполагало, у нас уже было бы, что такое интернет, как себя надо вести в интернет-пространстве, наверное, мы не пришли. Сейчас мы исходим от обратного. Сейчас уже столкнувшись с этими проблемами, с фейковыми аккаунтами, мы, наверное, в силу этого инициирован был данный законопроект. А однозначно данный законопроект также предусматривает разработку и принятие других подзаконных актов. Возможно, это будет положение или порядок поведения в интернет-пространстве, особенно тех, которые распространяют информацию под ложный или под фейковым аккаунтом. Новый законопроект обсудят на парламентских слушаниях уже на предстоящей неделе, где, кстати, будут озвучены юристами и медиаэкспертами рекомендации и предложения, которые, как ожидается, будут включены в документ для доработки.